И я хочу сегодня говорить на очень важную для меня, ну, на мой взгляд, по крайней мере, тему о благочестии. О благочестии. Апостол Павел говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Аминь. Я согласен. Быть довольным – очень важно. Довольным в любых обстоятельствах, да, в любых. Это слава Богу. Но также он говорит, великое приобретение – быть благочестивым. И вот это слово, само благочестие, знаете, я смотрел разные значения. Вот они все, они по-разному. Кто-то пишет, что благочестие – это набожность. Кто-то пишет, что благочестие – это религиозность. Но оно все каким-то образом относится к Богу. И вот одно такое определение, оно мне очень понравилось, я вам его прочитаю. Благочестие – это истинное почитание Бога в исполнении всех его заповедей и постановлений. Это нравственная жизнь, обнаруживающая себя в христианском самообладании и терпении, равна, как и в практических плодах, братолюбия и внимания к нуждам ближних. Аминь. И вот это мне очень, знаете, как-то прям понравилось, я думаю, это точно, наверное, оно. Потому что я понимаю, что благочестие, оно напрямую затрагивает мою внутреннюю жизнь, то, что происходит внутри меня. И также оно затрагивает мою внешнюю жизнь, то, что из меня вытекает наружу. И я понимаю, что мы все пришли ко Христу, и все мы пришли по-разному. У нас у каждого есть своя история нашего спасения. У каждого, говорит, святого есть свое прошлое, да? И у каждого грешника есть надежда на будущее, если он откроет свое сердце для Христа. И какие изменения претерпевал я внутри, возможно, вы их не претерпевали. Но я знаю точно, что у каждого есть внутренняя борьба. Вот это я знаю точно. Что если вы приняли Христа в свое сердце, если вы открыли для Него свою жизнь, и вы позвали, и Он пришел, внутри вас начался вот этот процесс. Процесс освящения, процесс изменения. Процесс, когда меняется наш характер. Аминь. Когда мы понимаем, что раньше я так жил, и меня ничего внутри не обличало, а теперь я так жить не могу. Я делаю те же самые вещи, от которых вчера я поручал удовольствие, а сегодня, кроме осуждения, они у меня внутри ничего не вызывают. Я понимаю, со мной что-то случилось, я стал другим человеком. И апостол Павел, он пишет, он говорит, что есть великая тайна благочестия. И эта тайна, это Бог, пришедший во плоти. Который показал себя ангелом, оправдал себя в духе, и который взял на себя наши грехи, умер, воскрес ради нашего оправдания и вознесся во славе. И вот эта тайна христианского благочестия, она звучит так. Христос внутри вас. Упование славы. Аминь. Знаете, друзья, без Христа, без Христа нет смысла говорить о каком-то благочестии. То, что внутри меня происходят какие-то перемены, изменения, я знаю, это точно его милость и благость. Это точно его вмешательство в мою жизнь. Кто бы меня там, ну, знаете, не переубеждал. Я заметил, у людей есть странная такая вот какая-то идея. Убедить тебя в том, что все изменения в твоей жизни, они благодаря тебе. И люди готовы за это сражаться прямо, знаете, люди готовы биться. Они прямо с пеной у рта готовы тебе доказывать, что это ты взялся за ум. Это ты решил измениться. И Господь здесь ни при чем. У меня раньше это вызывало недоумение. А потом я понял, знаете, в Библии написано, что есть некий дух, который витает в этом воздухе, и он проявляет себя через сынов противления. Когда люди противятся признать, что есть Бог и есть Его деяние здесь на земле. Потому что если ты это признаешь, это сразу же наложит на тебя определенную меру ответственности. Ты сразу же начнешь понимать, что если Он есть, и если все, что здесь написано, это правда, тогда мне что-то нужно делать. Аминь. Я не могу оставаться прежним. А иначе однажды текел, текель, менее упорсина. Он говорит, извините, вы очень легкий, в царство Божие вы не проходите. Апостол Павел, он говорит Тимофею, он говорит, Тимофей, он говорит, постоянно упражняйся в благочестии. Потому что, говорит, телесные упражнения, они полезны, но упражняться в благочестии намного важнее. Ведь в царство Божие, друзья, как ни странно, входят ненакачанные люди. Вы согласны со мной? Не посетители фитнес-клубов в царство Божие туда входят. Там другие критерии. Там взвешивают, взвешивают нашу жизнь. Там взвешивают вообще плоды, знаете, плоды духа. Там смотрят на наш характер. Там смотрят вообще, мы изменились или нет? Или мы просто пришли, мы радовались, там, Аллилуйя, Господь, спасибо. Мы поднимали руки, просто приходили, поклонялись, но при этом мы не давали место Богу действовать в нашей жизни. Аминь. Оставаясь на том же прежнем уровне, я верю, что Бог, Он хочет реально преображать нашу с вами жизнь. И Он хочет это делать для того, чтобы проявлять себя через наши жизни. Чем больше Ему удастся изменить нас с вами, тем больше Ему удастся повлиять через нас с вами на окружающий мир. Аминь. Это Его, Его, как бы такая, знаете, вот стратегия пробуждения. Все, что Ему нужно, когда мы смотрим в историю, это просто-напросто найти хотя бы одного человека, кто согласится с ним. Найти хотя бы одного. И Он находит, мы видим историю Библии, Он находит постоянно кого-то. Сегодня Он ищет так же, Он продолжает искать. Он находит Авраама, Он говорит, Авраам, выйди отсюда. И Авраам берет и выходит. И я понимаю, если бы Авраам бы просто покивал головой и никуда бы не вышел, истории бы не было, друзья. Аминь. Ничего бы не было. И так же в нашей с вами жизни Бог постоянно говорит, обращая внимание на какие-то аспекты, на какие-то внутренние качества. Слава Богу, друзья, что в Его сердце есть, ну вот, я так верю, что в Его сердце есть огромная вера за каждого из нас. Помните Иисус, Он говорит Петру, Он говорит, Сатана просил сеять вас, как пшеницу, говорит, но я молился, говорит, о тебе, Петр. Петр, я молился, чтобы твоя вера, она не оскудела. И я знаю, Петр, что с тобой произойдет даже немного позже, но я знаю так же, что ты поднимешься и что ты утвердишь многих братьев. Слышите? Бог знает наш путь. И Авраам говорил, что пусть Он испытает меня, я выйду как золото, пусть сегодня я не понимаю какие-то вещи, но я знаю, что Бог, Он верный. И то, что Он начал делать в моей жизни, Он будет продолжать это, совершать до дня вот этого последнего, когда я встречусь с Ним. Он будет это продолжать совершать. Он хочет это делать. Если только мы не, знаете, как мы, если только мы Его не заблокируем. Вот у нас есть удивительная способность у людей. Мы можем сделать так, что Бог ничего не сможет сделать в нашей жизни. Представляете? Кто мы такие, я до сих пор не могу понять. Но у нас есть такая способность. Он не идет против нашей воли. Если мы сами не хотим меняться в каких-то вещах, то, знаете, и Господь нам в этом не поможет. Потому что Он с нами сотрудничает. Понимаете? Он не действует с нами, как с марионетками. Он сотрудничает с нами. Ему очень важно, чтобы это было наше желание. Чтобы это была наша просьба. Господи, вот Он Я. Измени меня. Измени мое сердце. Измени мою жизнь. Господи, сделай меня таким человеком, через которого Ты сможешь здесь на земле просто проявлять свое царство. Распространять свою славу. Аминь. Он ищет постоянно. Ему нужен человек. Вот с таким сердцем. И апостол Павел в письме к Тимофею, он, помните, говорит, что Тимофей, вот настанут времена тяжкие. Мне кажется, времена тяжкие это еще со времен апостолов. Потому что, он говорит, люди будут там самолюбивы, сребролюбивы, родителям непокорды, горды. И он там все это перечисляет, перечисляет и потом подводит такое резюме. Он говорит, это люди, они будут иметь вид благочестия. Но силы в их жизни не будет. И я понимаю, что иметь вид и быть на самом деле, это разные вещи. Вы согласны со мной? Поднимать руки и говорить Аллилуйя, это еще не значит, что внутри ты, знаешь, такой вот посвященный благочестивый христианин. Внешние вещи научиться делать очень просто. Помните, Иисус, Он к определенной категории людей, Он был очень строг и крайне нелоялен. Он говорил, что вы лицемеры. Говорит, горе вам. Горе, говорит, вам. И знаете, я всегда думал, что лицемеры это такие подлые, такие вот люди, как бы, вот такие, знаете, коварные подлые люди. А потом однажды прочитал, что это по-другому, это означает артисты. Он говорит, горе вам артисты. Ну, просто, он говорит, тут новые артисты, говорит, вот тут все правильно, говорит, выглядите правильно, руки поднимаете правильно, говорит, все, говорит, даже говорите правильно, говорит, проблема только живете вообще по-другому. Вообще по-другому. И вот этот театр с Богом, он никак не пройдет. Потому что Бог, Он смотрит, Он знает, пойми, Он знает о тебе все. Вот это тайна благочестия, Христос внутри тебя. А куда ты от Него уйдешь? А где такое место, где бы Он тебя не видел? Давид в ветхом завете, он получил откровение. Он говорит, Господи, я никуда от тебя не могу скрыться. Он говорит, я на небо уйду, ты там, под землю спущусь, ты там. Он говорит, ты везде, ты везде меня видишь, и ты все знаешь, что происходит в моей жизни. Мне от тебя никуда не деться. Но там Бог был во внешнем, а здесь Бог, Он внутри. Куда ты от Него денешься? Да и вообще странная мысль. Нам, верующим людям, пытаться куда-то деться от Бога. Аминь. Самое здравое, что мы можем сделать, это сказать, Господи, я хочу быть к Тебе как можно ближе. Я хочу, чтобы Тебя было как можно больше в моей жизни. Чтобы Ты пришел в каждую сферу моей жизни, которую я еще не открыл для Тебя. Чтобы Ты вошел туда, и чтобы Ты господствовал там. Чтобы Ты принес туда Свою истину, которая освобождает меня от всякой лжи, от всякого рабства, от всякого греха. Аминь. Потому что благочестие, оно напрямую связано с истиной. С теми словами, которые говорил Христос. И с тем, что Он сегодня хочет совершать. В нас с вами и через нас. Апостол Яков, смотрите, он говорит такие слова. В первом послании. Так, первая глава. Апостол Яков, 26 стих. Он говорит, если кто-то считает себя благочестивым, но не обуздывает своего языка, то он лишь обманывает себя. И все его благочестие, оно ничего не стоит. Слышите? Если кто-то думает, что он благочестив, кто-то думает о себе, что он благочестив, но при этом позволяет себе говорить какие-то вещи, говорит, то человек обманывает сам себя. Интересно, оказывается, благочестие, оно каким-то образом выражается в наших словах. Аминь. И я увидел, что Иисус, Он конкретно говорил об этом в Нагорной проповеди. Он говорит, когда вас проклинают, когда вас ненавидят, Он говорит, вы должны благословлять. Аминь. Почему? Потому что вы призваны наследовать благословение. Потому что вы сыны и дочери благословения. Потому что вы должны быть заряжены словами благословения. Потому что проклятия в этом мире и так хватает. Но мы те люди, которые приходят и говорят слова благословения. Кто-то говорит, ты никогда не изменишься. Мы приходим и говорим, Бог изменит твою жизнь. Ты будешь служить Господу. И эти слова приходят и в жизнь человека, и начинают работать. Нам нужно это понять, кто мы такие, и какая власть стоит за теми словами, которые мы с вами высвобождаем в жизнь людей. Быть по-настоящему благочестивыми, которые транслируют просто вот Божье сердце. А Божье сердце, оно обращено к каждому человеку. Аминь. И Бог, Он внутри нас, Он хочет вырваться наружу. Слышите? Он хочет вырваться наружу. Он говорит, я не хочу просто быть где-то спрятанным внутри тебя. Я хочу проявлять себя через тебя. Один маленький мальчик пришел к отцу и сказал, папа, послушай, какого роста был Иисус? Он говорит, я не знаю. Он говорит, послушай, но это очень важно. Он говорит, ну, наверное, метр восемьдесят. И сын говорит, у меня проблема, потому что я всего, говорит, метр двадцать, а Иисус метр восемьдесят. Если Он в моей жизни, Он по-любому будет высовываться через меня. Слышите? Иисус должен по-любому высовываться через нас с вами. Аминь. Его должно быть видно. Он не должен быть такой спрятанный где-то внутри нас. Его должно быть видно. Он должен проявляться. И не только в словах, потому что дальше апостол Яков говорит, что истинное благочестие, угодное Богу, ничем не запятнанное и чистое перед Богом и Отцом, оно выражается в заботе о вдовах и сиротах, о нуждающихся в помощи и в сохранении себя, не оскверненными от мира. Истинное благочестие, оно еще как-то выражается в делах. заботиться о тех, кто сегодня нуждается. Кто сегодня нуждается, может, даже не только в физическом какой-то помощи. Есть множество людей, которые вокруг нас сегодня нуждаются в духовной поддержке. Есть множество людей, которые сегодня нуждаются в том, чтобы их кто-то наставлял, чтобы просто кто-то им объяснял какие-то элементарные вещи. Если ты прошел классы духовного роста, поверь, у тебя есть чем делиться с людьми вокруг тебя. Ты можешь послужить многим людям. Ты можешь поддержать, ты можешь ободрить, ты можешь кому-то послать смс. У тебя есть множество способов, чтобы кого-то ободрять, вдохновлять и помогать укореняться в Боге. Аминь. И мы можем это делать. Друзья, мы не можем быть вот этими духовными эгоистами, которые думают только о себе, которые читают Библию только для себя, которые молятся только для себя, которые смотрят проповеди только для себя, все больше и больше надмиваясь, которые даже заканчивают библейские школы только для себя. Апостол Павел говорит, что просто знание, которое не выражается в любви и практическом служении, оно надмивает человека. Человек становится гордый. Человек становится невосприимчивый. Ему кажется, что он все знает. Но всякое учение, которое мы там проходим, классы духовного роста, библейская школа, всякое здравое библейское учение, оно всегда будет вести нас к тому, чтобы мы начинали служить людям. Аминь. Чтобы мы начинали служить, чтобы то, чему нас научили, мы это взяли и мы это кому-то передали. И мы не просто еще передали, мы еще и их научили, чтобы и они это передали дальше. И за счет этого христианство, оно и распространяется, оно идет из поколения в поколение и не прекращается. Я верю, что в глазах Божьих мы с вами именно такая церковь, через которую Он хочет распространять. Распространять. Все больше и больше достигая людей. Он видит нас с вами, Он знает нас с вами, Он знает, с чем мы сражаемся. Сказать, что знаете, я великий, благочестивый человек, я не могу. Я в процессе. Впрочем, как и вы все. Аминь. Мы все. И каждый идет в своем процессе. Я раньше думал, что я святой, когда служил в революционном центре. Когда женился, я понял вообще, святость моя, текел, текел, мене у парсин. Ничего не весят. Во мне стали проявляться очень странные вещи. Я узнал, что я очень раздражительный человек, оказывается. Но зато я узнал, что у меня святая жена. Это просто ангел во плоти. Это реально, это, знаете, дар с неба. Просто вот так вот, Господи, аллилуйя, аллилуйя, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Вот просто это дар. Это, потому что я не представляю. Если бы моя жена была тоже, знаете, вот склонна к этим, внутренним самокопаниям и депрессиям, это все. Мы бы умерли оба. От тоски и от депрессии. Но знаете, когда я прихожу домой нагруженный, она всегда меня разгружает, она всегда меня вдохновляет, она всегда мне что-то говорит. Знаете, вот человек, заряженный любовью Божией. И я учусь от нее. Я говорю, Господи, спасибо за этот дар. Но также я хочу тоже быть таким человеком, чтобы когда она просит поговорить с ней, я не мычал там что-то, знаете, там, ну вот как мы, как мужики там что-то, да, ну вот просто промычал и все. А чтобы я реально учился разговаривать, говорить, потому что ей это нужно. Это крайне важно. Но чтобы это происходило, должно быть мое желание. Я прошу, Господи, меняй меня, меняй мое сердце, меняй мое отношение. Господи, вот просто, вот ты все знаешь, вот ты видишь, вот что мне, что нужно со мной сделать, чтобы мне измениться. Пожалуйста, помоги мне меняться. Вот это, мне кажется, должна быть наша с вами молитва до конца наших дней. Аминь. Господи, помоги мне меняться. И когда Бог обращается к нам, вот эта сила благочестия, она заключена именно в сотрудничестве с Духом Святым. Потому что Дух Божий говорит в нашу жизнь. Дух Божий обличает нас, когда мы делаем что-то неправильно. И в этот момент мы можем либо покаяться и попросить у Господа сил, чтобы измениться. Либо ожесточить свое сердце и сделать вид, что мы ничего не услышали. Дух Божий говорит нам, когда нужно подойти к кому-то, когда нужно позвонить кому-то, когда нужно что-то, знаете, благословить кого-то. И мы можем согласиться и сделать это, а можем ожесточить свое сердце. Я смотрю в Библию, я вижу два персонажа, Саул и Давид. Один человек, Божий поклонник. Для него самое главное, он говорит, Господи, забери все, только Духа Святого не забери от меня. Для него это самое ценное, это самое драгоценное. Он говорит, Господи, вот это, пожалуйста, не дай мне это потерять в моей жизни. Другой говорит, да ладно, что там, Бог отверг, так отверг, ты главное, Самуил, выйди со мной, чтобы все люди подумали, что у меня все равно все в порядке. Его больше заботит репутация перед людьми, чем его положение перед Богом. Я верю, что благочестивый человек, это человек, который ходит перед Богом, а не перед людьми. Который осознает, что я живу перед Богом, я дам отчет перед Богом, за все, что я делаю, за то, что я говорю, за то, что я там, не знаю, но в своем сердце, о чем я думаю, я буду давать отчет перед Богом. И я стараюсь меняться. Аминь. И я знаю, что Бог на моей стороне. Он заинтересован в этом. Аминь. Вот это истина, друзья. Однажды я помню, еще в самом начале своего христианского пути, я помню, слушал стихотворение. Возможно, вы его слышали, возможно, нет. Стихотворение Алексея Ледяева. Так кто же настоящий я? Так кто же настоящий я? И где мое лицо? Где подлинная суть моя? Кто я? В конце концов. Я разобраться сам себе пытаюсь по сей день. Что ближе для меня в судьбе? Свет солнца или тень? Нежданно гнусный подлый грех ужалил словно змей. Исчезли песни, радость, смех расплатываю дверей. Вина вгрызалась словно зверь. В молитве Дух Святой молчал, я о прощении молил, я Богу снова обещал, что если выживу опять, не буду жить, как раньше жил. И Бог пришел, меня простил, беда прошла. И, как всегда, что обещал, я снова позабыл. Так кто же настоящий я? Вчера безжалостная, лютая болезнь меня свалила с ног, страданий, слез не перечесть, помочь никто не смог. И смерть дышала мне в лицо, и снова в небо я кричал, о помощи его просил. Я снова Богу обещал, что если выживу опять, не буду жить, как раньше жил. И Бог пришел, и исцелил, беда прошла. И, как всегда, что обещал, я снова все забыл. Так кто же настоящий я? И там он продолжает это стихотворение, вот эта борьба, и вот этот вопрос, Господи, так где я настоящий? Там, где я падаю и грешу? Или там, где я взываю к Тебе? И хочу жить праведно и свято. И знаете, и в конце он говорит, знаете, как откровение, как молния пронзила откровение. Я представитель неземного бытия. Я не участник отступления и греха. Я все же во Христе. И во Христе я новое творение. Хочу я быть, как ты, Иисус, иметь похожие сердца, все обещания выполнять, Отцу быть верным до конца. О, Боже, измени меня сквозь толщи злого бытия. Ты приближаешь новый день. Распята будет плоть моя, а вместе с ней неверность и сомнение. Тогда свободно я вздохну. Меня услышат все друзья. Теперь Христос живет во мне. Вот настоящий возрожденный я. Аминь. Вот настоящий возрожденный я. И вот это откровение, которое реально просто преображает нашу с вами жизнь. Христос живет во мне. И настоящий я, это когда я даю ему проявить себя через меня. Вот то, что он делал, он продолжает это делать по сей день. Друзья, я верю, что просто вот, когда вот это слово, знаете, оно долго уже как, ну, горело в моем сердце. Я знаю, что Бог, он ничего не делает просто так. Если он дает какое-то слово, у него есть определенная цель, для чего он его дает. И вот у меня почему-то пришло такое, что Бог хочет просто исцелить чьи-то сердца. Я сам нуждаюсь, я вам честно говорю, я говорю, я сам нуждаюсь в том, чтобы Бог, он координировал, чтобы Бог менял мою жизнь, менял мое сердце. Я сам нуждаюсь в том, чтобы в моем сердце эта сила благочестия никогда не закончилась. И вот мне просто пришло, что он хочет исцелить сердца, что он хочет, знаешь, чтобы мы двинулись новой силой благочестия в этой жизни. Что он хочет реально проявлять свою силу и славу нами на всяком месте, где бы мы ни находились, чтобы мы были как письмо Христа. Аминь. Чтобы люди, глядя на нас, они говорили, слушай, ты реально какой-то не такой, ты как, знаете, как говорят, ты не от мира сего, что с тобой такое? И ты просто говоришь, вопрос не во мне, вопрос во Христе. И поэтому, друзья, я хотел бы молиться просто сегодня вот с теми людьми. Если вы понимаете, что вам это нужно, давайте мы встанем. Если вы понимаете, что вам это нужно, если вы хотите, чтобы так Бог что-то сделал в вашем сердце, Библия говорит, что с искренними Он поступает всегда искренне. Перед Богом не нужно играть в театр, перед Богом просто нужно быть честным. Аминь. Он способен вытащить тебя из любой ямы. Давид это понимал, все псалмы его об этом. Он там честно изливал свое сердце перед Богом. Если он кого-то ненавидел, Он это говорил Богу. Он говорит, я их ненавижу. Я думаю, вот это человек по сердцу Божьему. Не мог понять. Думаю, как так? А потом понял. Господь просто мне как, ну, открыл так. Он говорит, так Он это мне говорил, а не людям. Он не изливал свою ненависть на людей. Он говорит, Он изливал свою ненависть в молитве мне. Говорит, а я этого не боюсь. Я его понимаю чисто по-человечески. Знаешь, Бог понимает, через что мы проходим. Он все это понимает. Его это не пугает. Он все еще верит в каждого из нас. И Он на нашей стороне в этой борьбе. Он хочет, чтобы мы действительно, знаешь, были теми людьми, которые проявляют это благочестие здесь на земле. Аллалюя. Господи, спасибо тебе. Просто поднимите свою руку. Я хочу молиться, вот, если вам это нужно. Мне это тоже нужно. Господи, я молюсь, вот, за каждого человека, кто сейчас открывает свое сердце перед тобой, кто поднимает руки свои к тебе. Господи, ты знаешь все, что происходит в нашей жизни. Ты знаешь наши сердца, Господи. лучше, чем мы знаем их сами. Я молюсь, Господь, чтобы ты исцелил наши сердца. Я молюсь о том, чтобы, если где-то наши сердца ожесточились, чтобы ты снял вот просто эту крайнюю плоть нашего сердца, чтобы мы были снова чувствительны к твоему водительству, к твоему голосу, чтобы мы были послушны, Господи, когда ты обращаешься к нам, чтобы мы были исполнителями твоего слова, исполнителями твоей воли здесь на земле, во имя Иисуса Христа. Господи, пусть сила благочестия, она будет в нашей жизни во имя Иисуса, чтобы мы не просто имели этот внешний вид набожности, но чтобы мы были наполнены, Господь, твоей силой, твоей любовью, Божьей, твоей благостью и милостью, во имя Иисуса Христа. Боже, измени нас, Господь, и также повлияй на людей, которые рядом с нами. Во имя Иисуса Христа мы молимся, мы просим тебя обо всем этом. Да прославится твое святое имя, да распространится твое царство Божие, да исполнится воля твоя здесь на земле, как на небе. Мы за все благодарим и славим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Слава Иисусу. Друзья, и также я хотел бы спросить, возможно, что вы еще никогда не открывали свое сердце для Иисуса. Вы еще никогда не приглашали Его стать своим Господом и Спасителем. Вы даже не понимаете, что за сила благочестия может действовать в вашей жизни. Если вы здесь, я просто прошу, поднимите свою руку. Я хочу молиться вместе с вами. Я хочу молиться, чтобы Иисус пришел в вашу жизнь, как однажды Он пришел в мою жизнь и в жизнь множества людей, чтобы жизнь изменилась. Но если мы все уже спасены, мы все имеем Христа в нашей жизни, то Господь да благословит нас. Аминь. И я хочу прочитать эти слова благословения. Благословения на всю эту неделю. Да и хотелось бы, чтобы на всю нашу с вами, знаете, оставшуюся жизнь. У нас впереди вечность. Аминь. Мы люди с неба. Просто. Мы здесь на земле, но мы люди с неба. Наше гражданство на небе. Поднимите свои руки. Я хочу сказать эти слова благословения. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Слава Иисусу!